Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, изучал вашу биографию перед нашей встречей, и я для себя вычислил, откуда у вас вот это желание противостоять системе. Насколько я понимаю, ваша мама познакомилась с вашим папой, совершая как бы административный проступок. Ну, по теперешним временам, да, тогда это ей грозило гораздо более серьезными последствиями. Ну, вообще-то она была под колпаком. Расскажите просто в деталях, как это случилось, как они познакомились. Вы знаете, история моих родителей, вообще создание моей семьи, в которой родилась и выросла, это просто отдельная драматургия. Потому что мой папа, родом из Смоленска, 21 июня гулял на выпускном вечере и пел песню «Если завтра война», а наутро пошел в военкомат, потому что война наступила завтра. А мама училась в Ленинграде, закончила девятый класс, ей было 15 лет. Их послали рыть там противотанковые рвы. Немцы наступали так стремительно, что она увидела немецких мотоциклистов с автоматами, вот буквально с лопатой. Это было ужасно. И их всех забрали, погрузили в поезд, и мужчин, учителей расстреляли. А их мальчишек и девчонок, в основном девчонки, всех отвезли в Германию работать, вот, восточные рабочие, рабы. Это куда-то на германо-французскую границу, насколько я вспомню, нет? Нет, это позже было. Сначала где-то около Бельгии они шили гимнастерки, в цеху работала, что-то шила. Потом там, ну, для 15-летней девочки вообще она ничего не понимала. Потом там образовалось какое-то подполье, их не разбирая, отправили в Дахау, это страшнейший концлагерь. Вот, до конца жизни она показывала номер, который у неё был, татуировка. А уже после поражения под Сталинградом фашистов, уже некому было работать в сельском хозяйстве, была всеобщая мобилизация. И тех, кто был помоложе и покрепче, забирали из лагерей и отправляли на сельхоз работы. И это её спасло, потому что она попала как раз в Саар-Брюкен, это граница с Францией, доить коров. Попала к немецкому крестьянину, Бауэру, доить коров. Можно было... Да, не самая плохая работа по тем временам. Нет, но можно было пить молоко, хотя и тайком, но всё равно, и как-то поддержать свои силы, весила она там 38 килограмм. А главное, и это очень запомнилось из её рассказов, сам этот немецкий крестьянин, полуграмотный и не очень образованный, у которого два сына погибли в России. На Восточном фронте. На Восточном фронте. Тем не менее, относился к ней и ещё одной девчонке рядом с ней очень дружелюбно. И всегда говорил ей, а мама училась в немецкой школе, она прекрасно знала немецкий язык, поэтому у неё не было барьера. От него она узнавала все новости, потому что им давали по радио только слушать Геббельса. Тогда она узнала о блокаде Ленинграда, ничего же не знала о том, что всё-таки не взяли ни Ленинград, ни Москву, потому что никакой информации за все три года почти войны она не имела. И он по ночам, чтобы не настучали соседи, подкармливал их и говорил ей, воюем не мы с тобой, воюет твой Гитлер, твой Сталин и мой Гитлер, и я к тебе ничего плохого не имею. Но освобождал её уже второй фронт в 1945 году, она увидела американских лётчиков, союзники, высадка в Нормандии, она увидела американских лётчиков. И первое, что они сделали, они собрали в офицерском клубе всех вот советских девушек и показали им газету со статьями Сталина о том, что кто работал на врага, те враги. Сказали, девочки, вас ждут лагеря, вам нельзя возвращаться, поэтому вот под Гамбургом стоит наш корабль, давайте туда и в Америку. И почти все, мама была в числе немногих, по-моему, пять человек, которые сказали, нет, мы хотим домой. Почему? Не знаю, наверное, это и есть то, что сейчас так модно называть патриотизмом, но это была любовь к не к той сталинской родине, к которой ей ещё предстоит узнать, что будет и что её ждёт, а просто к дому, к родным, к родному гнезду, к родному месту, к маме, которая её всю войну ставила в церкви свечки за упокой, а когда ей разрешили написать письмо, то она получила, по сути, письмо с того света, потому что она уже давно дочку оплакала, мою маму, и ставила свечки за упокой.